Вон, кажется, и она. Так, приехали, выгружаемся. Да, вот эта деревня, наконец-таки я сюда доехал. Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто непроходящие люди, вы на канале Лего Майн, и с вами, как всегда, я, Лего Майнкрафтер. И да, на моем заднем фоне та самая легендарная деревня жителей номер 13. И я сегодня вам покажу, как ее установить. Да, ребята, вам не послышалось, я вам покажу, как скачать эту деревню на ваше андроид-устройство. Это не крикбейт, это чистая правда. Вот вся деревня с жителями, кстати, непонятно, где жители делись, с кузнецей Компота, со всеми домиками и с та же Свонтой, легендарной пещерой, можно и так сказать. Так что, ребятки, погнали, видос обещает быть очень интересным. Для начала мы входим в Google Play Market и в поисковике пишем «Постройки для Майнкрафта». Так, и нам выдает вот такое вот приложение «Постройки для Майнкрафта». Мы его скачиваем. У меня оно уже скачено, так что я в него просто захожу. Так, ждем загрузочку. В этом приложении вы сможете... Не так, извините за вот эти рекламки, которые тут будут стоять. Ну, уж извините. Да, тут у нас будет не только, можно сказать, деревня номер 13, но и всякие разные крутые постройки. Например, дома большие, всякое что-то типа этого. Если вам хотите, чтобы я что-то из этого скачал в новом видео, то пишите в комментариях. Ну, а мы в поисковике просто пишем «Деревня 13». Не «Деревня Компота», там, не «Деревня Риколита» или там еще кого захотите. Просто «Деревня 13». Так, пишем «Деревня 13». Так, хорошо, поисковики. И вот у нас куча разных прототипов «Деревня 13». Тут даже есть «Деревня 13» с каким-то взрывом. Ну, это все, считайте, одинаково. Ну, тут немножко о постройке. Да, это работы от автора. Давайте, например, первую выберем. Так. Опять вот, реклама «Извиняюсь». Так, ждем. Отлично. Все хорошо. И выбираем «Любой мир». Тут у меня уже есть «Деревня Компота мир». Давайте, например... Тут я тоже уже скачивала эту деревню. Я ее много где скачиваю. Ну, давайте, не знаю, например, вот здесь. Не важно, в принципе, где это. Я не знаю, по-моему, в всех этих мирах скачивала его. И нас выбивает вот такую штуку. И да, ребята, я здесь также скачивал эту деревню. Это у меня «Плоский мир». Ну, допустим, давайте. Ведем. И тут у меня уже скачена она. Вот это что, плохо. Немножко неудобно. Тут можно там двигаться вот так. Ну, я думаю, вы понимаете. Вот. Она находится на таком блоке земли. И вам надо ее опустить. Да, увы, на прям самый нижний уровень вы не опустите. Ну, вот, в плоском мире, в принципе, вроде бы можно. Но так нельзя. Ну, на самом низкий тоже, по-моему, нельзя. Оно как-то под землю начнет зарываться. Вот, видите? Вот это вот. Вот так. Поэтому где-то на вот такой вот уровень. А дальше вам придется эти блоки просто-напросто застроить обычной землей. Да, вот это небольшой такой минус. Еще вы можете, само собой, повернуть деревню, как вам нравится, на любую сторону. Еще вверх поднять, само собой, опустить. Но я думаю, вы это сами прекрасно понимаете. Все. И теперь нажимаем на галочку. И идет копирование. И деревня загружается в наш мир. Вот опять реклама. Так. Хорошо. И тут мы можем уже открыть Майнкрафт, нажатие. Или установить другую постройку. Но я думаю, вы это понимаете. Ну, допустим, давайте я выйду отсюда и зайду просто в Майнкрафт, чтобы вам не смотреть загрузку самого Майнкрафта. Вот мы и зашли в Майнкрафт. Теперь нажимаем на кнопку играть. И вот заходим в мир. Где-то здесь у меня плоский мир. Вот он. Заходите в него, и там уже будет деревня жителей номер 13. Ребятки, что я вам еще хотел сказать. Эта деревня подходит абсолютно на любую версию Майнкрафта. И не пугайтесь, если у вас она сильно старая или какая-то новая. Эта деревня подойдет абсолютно на любую. Потому что она же скачивается. Но я думаю, вы это прекрасно понимаете. Да, ну а на этом видосик подходит к концу. Если вам он понравился, и вы установили свою долгожданную деревню жителей номер 13, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи, и пока-пока. До скорых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok